Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбых ненимам, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Есть в нашем организме такой орган, о котором мы должны очень внимательно заботиться, но, как правило, он остаётся в самом небрежении, в расслабленном состоянии, неспособном осуществлять ту функцию, которую Господь в него вложил. Господь своим ученикам сказал, что светильник для тела есть око. Если око Твое будет чисто, то всё тело будет светлое. Если око будет тёмно, то всё тело будет скверно. И этим светильником, этим оком для нашей жизни является ум. То есть определённая способность человеческой личности держать в фокусе Бога. Причём ум и рассудок — это две разные функции человеческой личности. Рассудочная деятельность отвечает больше за познание внешнее, за память, за логику, за анализ, за воображение. Ну и для того, чтобы человек мог как-то адаптироваться в этом мире, а ум дан Богом человеку для того, чтобы он занимался богомыслием, для того, чтобы он видел ориентир и всю свою жизнь к нему направлял. Но вот как в другом месте Господь сказал, «Ищите прежде всего Царствие Небесного и Правда Его, и всё остальное приложится вам». И этим поиском в первую очередь занимается ум. Но такое его свойство в нормальном, духовно здоровом состоянии человека. В чём это выражается, духовно здоровое состояние человека? Что духовное человеку интересно, оно его привлекает, оно как солнышко влечёт подсолнух. Человек с чистым умом, освобождённым от зависимости, от плотского разума, он всегда ищет и желает духовного. Молитвы к Богу, храма Божьего, духовного чтения, погружение мыслью в евангельские слова. То есть у человека духовно не вызывает сопротивление. Ну и если это приложить к каждому из нас, мы понимаем, что у нас огромная проблема, что в нашем фокусе что угодно, только не Бог и не Царствие Небесное. Всё духовное у нас вызывает сопротивление, огромные усилия, даже элементарное молитвенное правило, которое, ну, не знаю, как утренний туалет, настолько должно быть привычным. Но если мы зубы чистим, лицо умываем, как бы для нас это не проблема, то собраться, сосредоточиться и помолиться, ну, даже с точки зрения внешней, физической стороны, это уже сложность. А с духовной во время молитвы сосредоточиться на смысле слов, и чтобы ум этот смысл воспринимал, а сердце включалось от ума чувством к Богу. Это вообще какая-то недостижимая высота. К сожалению, ум наш находится в порабощении. Он когда-то потерял самостоятельность, силу и подчинился вот этой нашей рассудочной внешней деятельности. Это огромная сила души, которая человека должна ориентировать. Она остается безсильной, безвольной и не указывает человеку путь. Для того, чтобы очистить око, есть, конечно, средства. Это внутреннее делание, так называемое. Это особая форма духовной аскетики, когда человек целенаправленно усилием воли, определенной дисциплиной, фокусирует свой ум на божественном имени. И постепенно, из года в год, начинает вычищать, выправлять, укреплять. Ну, как рассеянное зрение. Человек, он ни на чем не сфокусирован, вертится, а потом раз — и зацепилось за что-то. И вот он туда направляет свое внимание и двигается к тому, за что его взгляд зацепился. И вот чтобы наш ум окреп, его нужно привязать в буквальном смысле к имени Иисусовым. Чтобы это имя, это словосочетание «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», оно тренировало нашу эту мышцу духовную. И со временем, если человек к этому подтянет и свою внешнюю жизнь, ну, ограничит, например, себя от зависания в информационном мусоре. Ну, потому что это несовместимые вещи — быть головой в интернете и очищать свой ум. Ну, они абсолютно противоположны. Невозможно научиться чисто молиться, если ты все время живешь на этой помойке. Ну, как бы под предлогом, что ты что-то там доброе делаешь, но мы же понимаем, что... Как это? Как много девушек хороших, но что-то тянет на плохих. Что хорошего много, но грех все время нас сваливает, съезжаем куда-то в колею, ну, какого-то безобразия. И вот первая ступень — это, конечно, ограничение информационного мусора, новостей, которые никому не нужны, бесконечных каких-то историй. И даже под предлогом, ну, каких-то православных сюжетов. Но если ты уже узнал о Христе, если у тебя есть Евангелие, если у тебя есть Авва Дорофей, например, или святитель Игнатий Бринчанинов, тренируйся, оттачивай свои духовные способности, иначе жизнь пройдет без духовного плода. Это очень серьезно. Помощи всем нам Божией и чистоты ума. Помогай нам всем, Господь! Господи, сил, помилуй нас!